Вы все уже видели, что в Краснодарском крае желто-снег. Сейчас мы попробуем его взять и, знаете, что сделать? Растопить и замерить уровень ЕСИ в талой воде. Сейчас теплиться и посмотрим. В общем, поставил на печку, сейчас она растает быстренько. И попробуем разобраться, что такое ЕСИ и для чего нужно растение. Так, в общем, решил я сравнить. Знаете, как говорят, все познается в сравнении. Ну, вот мы будем сейчас тоже сравнивать. Это, значит, снег растаявший кубанский. Это у меня оставалось там в бочке. Пятикубовой бочке, я понимаю. И там у меня была подкормка последняя. Двадцать-двадцать. Двадцать еврохимовская. Это водопроводная моя вода. А это вот горячий ключ. Пятикнутровка, с которой мы кипятим себе чай и кофе. Ну что, начнем. А, использую я, значит, обычный китайский ТДС и ЕСИ метр. Что такое ЕСИ? ЕСИ – это электропроводность воды. На что она влияет? Ну, допустим, дистиллированная вода. Её ЕСИ равняется, ну, практически нулю. Вот. Вот. Вода горячего ключа. Ну, ноль один, да? Или ноль сорок, ноль сто сорок пять. Или есть ЕСИ два показателя. Это миллисименсы и микросименсы. Вот в одном миллисименсы содержится тысяча микросименсов. Это я себе шпаргалку написал. Соответственно, здесь у нас тысяча, да? На шкале. Соответственно, здесь у нас что? Микросименсы показывают. Вот показания горячего ключа. Сто сорок пять микросименсов. Водопровод у меня. Водопровод у меня, ну, тут уже вот девятьсот. Ну, обычно там восемьсот. Это, скорее всего, может потому, что я мерил сначала тут и потом сюда опустил. Может быть отсюда пополам. Значит, дальше. Еврохим. Еврохим 1500. Это был помимо меня. Вот таким раствором я проводил подкормку первую теплице Мурана. Дальше. Это у нас снег. А вот снег, смотрите. Уталая вода, ну, практически равна нулю. Электропроводность ее практически равна нулю. Соответственно, это как дистиллированная вода. Там солей, ну, в ней можно сказать, что нету. Обычно дистиллированная вода показывает 0,02, 0,01. Ну, это 0,33. Ну, это, наверное, за счет того, что... Я даже не знаю. Ну, вот такое вот показание. Смотрите, если вы подкармливаете свои растения и спрашиваете, а сколько мне насыпать там какого-либо минерального удобрения там на какое-то количество растений. Ну, ну, разные есть, да, там, утверждения, предположения. Там кто-то говорит 1 грамм на куст, кто-то говорит 2 грамма на куст. Но это все будет просто вот, ну, приблизительно. То есть вы не будете знать точно, получили ли ваше растение необходимое количество или там недополучили. Или, наоборот, вы ожог корней там сделали фосфорным и переборщили, у вас потом там лист покраснел и все. То есть, чтобы точно знать, чем вы подкармливаете, для этого лучше использовать, конечно, баковую смесь. Ну, как вот в моем случае, это 5-кубовая бочка. Я в 5-кубовой бочке развожу там от 3 до 5 килограмм удобрений. Я ее перемешиваю там, ну, насос у меня есть обратный клапан, который размешивает бочку. И меряю постепенно, сколько у меня уровень ИСИ. Вот с последнего, там, позавчерашнего полива, Еврахим, да, у меня осталось, ну, 1200-1500. Если вы переборщите с удобрения, то можете получить ожог корневой системы. Если мало удобрений положите, то практически вы сработаете ухолостую. Ну, вот, как бы это такой вот частый вопрос на то, чем кормить. Ну, а чем кормить? Ну, есть стадии развития растений. Есть на каких-то стадиях основные элементы НПК, да, там, азот, фосфор, калий. Есть на каких-то стадиях требуются микроэлементы, бор, магний, ну, и все остальные, да. Ну, если вот вы хотите прям изучить эту тему, да, то можно, там, почитать книги, можно, там, купить курсы, там, где-то. Можно, там, обратиться к опытным химикам, которые, там, это все расскажут. А можно, там, посоветоваться с агрономом, да, который скажет, что, там, каких-то больше, каких-то меньше удобрений давать. По стадиям роста, по стадиям развития растений, какие удобрения давать. Поэтому, ну, не зная, там, азов, очень сложно понять, допустим, того же агронома, да, то есть, если вы не знаете основ, там, тоже развития растений, да, какие стадии, там, развития растений, то, ну, вы, читая книги, вы просто не поймете, о чем там они, что там написано. То есть, вы не раскроете эту тему для себя. Ну, так вот, в принципе, что, посмотрели воду, посмотрели снег кубанский. Кто хочет больше узнать о подкормках растений, об обработках, о болезнях, присоединяйтесь в нашу группу WhatsApp, там, на сегодняшний день, там, более 50 человек в группе. Очень, ну, в основном все, вот, кто после 3 месяца, да, по-моему, уже группа у нас работает, или 4, все, кто, ну, туда пришел, они практически все остаются. Ну, там, один-два человека отсеиваются, ну, основные все остаются в группе, задают вопросы, спрашивают. Кто-то и не задает вопросы, просто читает, что другие задают, да, и для себя там какие-то выводы делает. То есть, происходит прямое общение, и на все вопросы, которые поступают в группу, все участники получают на них ответы. Ну, все, если кому надо добавиться, пишите мне в WhatsApp, группа в WhatsApp, и там мы с вами договоримся, как добавиться в эту группу. Всем пока.